Добрый день, хотя для телекомпании АТР он сегодня выдался не очень добрым. Сейчас на территории нашего телеканала находятся силовики, представители Следственного комитета и Центра по противодействию терроризму. Нам объяснили, что цель присутствия силовиков, а это достаточно большое количество людей, в том числе очень много людей, одетых по полную боевую форму и с автоматами, и они находятся сейчас практически в каждом кабинете. Так вот, цель их присутствия – это изъятие любой информации, касающейся событий 26 февраля, когда у стен крымского парламента проходил многотысячный митинг с участием крымских татар. Несмотря на то, что ранее мы предоставляли Следственному комитету и Центру по противодействию экстремизму всю информацию, которую они у нас запрашивали, сегодня было кем-то, видимо, наверху принято решение провести вот такую силовую акцию. Видимо, вина нашего телеканала в том, что он, как и все остальные средства массовой информации, освещал эти события. Мы не знаем, чем закончатся сегодняшние события, но, скорее всего, у нас отключат сервера и другую технику, и чтобы АТР, ну, по крайней мере, некоторое время, я надеюсь, это не навсегда, не смог выходить в эфир. По нашим данным, эта акция, скорее всего, спланирована и организована крымским правительством. Время от времени АТР испытывал давление. Но силовые санкции против нашего телеканала до сих пор не решались применять, так как мы не нарушали и не нарушаем закон. Но, видимо, нынешнюю крымскую власть не устраивает само существование неподконтрольного ей телеканала. Власть, видимо, не устраивает само существование первого и единственного в мире крымско-татарского телеканала, главная цель которого не политика, а сохранение и развитие языка, культуры своего народа. Власть, видимо, не устраивает существование телеканала как одного из основных факторов информационного присутствия крымских татар на полуострове, их полноценного возвращения на родину после полувека депортации и сложностей первых десятилетий репатриации. Я не знаю, как после закрытия АТР, если есть такие планы, власть будет прямо смотреть в глаза крымским татарам. Я не знаю, как эти действия соотносятся с указом президента России о реабилитации депортированных народов, в том числе крымских татар. Я хочу напомнить только одно высказывание Владимира Путина, сделанное им в самый канун 70-летия депортации в Сочи, это было 16 мая. Тогда Путин сказал, что указ о реабилитации крымских татар «Основа для поступательного развития этого народа». Впрочем, я лучше процитирую. Начало цитаты. «Я очень рассчитываю на то, — сказал Владимир Путин, — что он, указ, станет основой системных мероприятий, связанных с культурной реабилитацией, политической реабилитацией, связанной с тем, чтобы наладить нормальную жизнедеятельность, создать условия для поступательного развития крымс-татарского народа на своей родине». Конец цитаты. Мы тоже на это рассчитывали. Но эти расчеты, как и культурная реабилитация, нормальная жизнедеятельность, поступательное развитие, которые невозможны без существования единственного крымс-татарского канала, видимо, не устраивают местную власть. Отменив митинг 18 мая, она запретила крымским татарам плакать. Теперь она хочет, видимо, запретить им видеть, слышать и говорить. Но у нас пока есть право жить на родной земле, которую у нас никто не отнимет. И пока мы живы, мы будем всеми законными способами бороться за то, чтобы у крымских татар сохранился их национальный телеканал. Поэтому мы не прощаемся, а ждем развития событий и дальнейших действий местной власти, которая, я надеюсь, отдает себе отчет, какой удар она наносит не только по крымским татарам, но и по собственной репутации и репутации федеральной власти. Следите пока, возможно, за нашими эфирами.